Реконструкцию КНС в новом городке проведут в 2017 году. Состояние инфраструктуры, никогда закрытой территории, во время рабочей поездки по Щелковскому району осмотрел первый заместитель министра ЖКХ Московской области Андрей Лаптев. Коммунальные объекты, принадлежавшие Минобороны, находятся в сильно изношенном состоянии. В сфере часы по плану их реконструкции – основная цель визита Андрея Лаптева. Руководитель ведомства дал поручение проработать с поставщиками закупку полностью автоматизированной станции перекачки стоков, выполненной из долговечного пластика. Принято решение не ограничиваться заменой начинки, а выполнить реконструкцию линии сбора стоков от многоэтажных домов. Мероприятия включены в программу комплексного восстановления фронтруктуры военно-городков на 2017 год. Решена проблема водоснабжения трёх тысяч человек, проживающих в новом городке. Щелковский водоканал отказался от покупки ресурса добываемого из старых скважин Главного управления ЖКХ Минобороны. Социальные объекты переключат также в 2017 году. В следующем году мы планируем достроить ещё одну ветку и закольцевать её, и перевести на наше водоснабжение котельную, детский сад и центр мать и дитя. Требует решение проблемы отопления и горячего водоснабжения в прошлом военного городка Бахчеванжи. Существующую котельную Северной Минобороны лихорадит, от частых перебоев страдают потребители домов по улице Беляева. Не хватает мощности у котельной Звёздного городка. От неё по лесному массиву проходит теплотрасса, которая, судя по зарослям и вековым деревьям, десятилетиями не ремонтировалась. Есть второй вариант – запитательный район от третьей котельной. Но до неё нужно проложить теплоцентраль внушительной протяжённостью в 2,5 километра. Если по этим двум сценариям не удастся прийти к согласию, придётся договариваться с тем же Минобороны о строительстве котельной. Договорились, что подготовим технико-экономическое обоснование с вот этими разными вариантами и решение вопросов, от кого чего зависит. То есть вот эту мозаику, палитру разложить и принять окончательное решение по финансированию, по схеме, каким идти. Модернизация коммунальных объектов тормозит затянувшийся в кабинетах Минобороны процесс передачи земель. Один из таких объектов – водозаборный узел на территории Монинского гарнизона. «Последние годы мы выделяли сюда деньги, и в этом году выделяются деньги, будет капитально отремонтированное помененное оборудование, частично насосное, частично запорная арматура, что позволит технологически повысить надёжность работы станции». Андрей Лаптев сообщил о достигнутой договорённости в закладке дополнительного резервуара чистой воды, который обеспечит нормативный запас в случае перебоев с водоснабжением в течение трое суток. Для этого требуется земля и источники финансирования, в том числе за счёт договоров на тех присоединения объектов жилищного строительства. Замена технологического оборудования, запорной арматуры, компрессорной на треть повысит качество работы Монинских очистных сооружений. Станция загружена лишь наполовину. «Предусмотрен ремонт первой очереди – это ремонт всех отстойников, четыре линии. То есть это полностью сливаем воду, делаем гидроизоляцию, меняем все аэролифты, площадки и освещение». Обсуждалось включение в последующие годы в проект строительства цеха обезвоживания илового осадка. К концу года область планирует завершить объединение территории, утвердить для водоканала единую инвестиционную программу. Продолжаются аварийные работы на стратегически важном участке водоотведения, проходящем по территории микрорайона Богородский. Межрайонный щёлковский коллектор. Сюда сходятся стоки из Пушкинского района, Ивантеевки, города Королёва. 180 тысяч кубометров воды в час. Вот такие объёмы. Сегодня на площадку приехал первый заместитель министра жилищно-коммунального комплекса Московской области Андрей Лаптев. Реконструкция, начало которой положено в сентябре, дошла до середины пути. В экстренном порядке найдено средство в госпрограмме ЖКХ региона. Не дожидаясь завершения бюджетных процессов, межрайонный щёлковский водоканал взял кредит в сумме 68 миллионов рублей. Ликвидация чрезвычайной ситуации ведётся опережающими темпами. Несмотря на просчёты в документах, на этом месте была нарисована одна камера. После вскрытия кургана обнаружено три. «До 20 декабря они планируют завершить работы. Очень надеемся, что они будут в графиках, несмотря на тяжёлые условия погодные. И, соответственно, ликвидируется вот этот очаг, соответственно, опасности. Потому что, в принципе, вы видите, по коррозии на плитах, если бы мы это не вскрыли, то потенциально могли бы пойти провалы вообще в земле». Андрей Лаптев принёс жителям извинения за неприятный запах. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова